Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы с вами отправимся в гости к слонам, одним из самых необычных животных нашей планеты. Слоны – уникальные животные. Им посвящают книги, устанавливают памятники, они выступают в цирке и снимаются в кино, легко поддавая дрессировки. В древности слоны участвовали в военных походах и сражениях, помогали в транспортировке грузов, были незаменимыми помощниками крестьян. Они выполняют свою работу и в наше время. Слоны относятся к семейству слоновых, отряду хоботных. Это единственные дожившие до нашего времени представители древней группы хоботных, которые жили на нашей планете до ледникового периода. Сегодня они являются самыми крупными наземными влекопитающими планеты и обитают в Юго-Восточной Азии, Африке, Индии. У этого животного огромные уши, которые помогают охлаждаться в жаркие дни. Хобот длиной почти 2 метра, вес по 2 тонны. В благоприятных условиях слон живет до 80 лет. В мире существует всего 3 подвида слонов. Индийский, африканский саванный и лесной слон. В Индии слоны пользуются особым вниманием и считаются священными животными. Любой человек, причинивший зло слону, навлекает на себя проклятие. Индийские слоны занесены в Красную Книгу. Браконьеров за убийство слона приговаривают к смертной казни. В Таиланде слон олицетворяет три единства – религиозность духа, короля и народа. Африканский саванный слон является самым крупным из всех видов слонов. У него тяжелое тело, огромная голова и короткая шея. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное наземное млекопитающее. Лесной слон живет в Азии и приходится к ближайшим родственникам мамонта. Он отличается от своих сородичей слабым зрением, но отличным слухом. А еще он обладает уникальным голосом, который недоступен слуху человека. Этим голосом он переговоривается с сородичами, предупреждая их об опасности. Самого известного из всех слонов, когда-либо живших на планете, звали Джамбо. Слава пришла к нему еще до того, как он попал в цирк. В ондомском зоопарке он был любимец публики и катал ребятишек на своей спине. Посмотреть на слона-гиганта приходили маленький Уинстон Черчилль и Теодор Лузвельт. Посещала слона и английская королева Виктория. В 1882 году Джамбо купил американский слоумен и в родили цирка. Отец слона за океан вызвал настоящий бунт. Многие англичане выражали протест. Когда судно со знаменитостью на борту причалилось к берегу Америки, в звездного слона встречали толпы людей. Играли три звуковых оркестра, сопровожая Джамбо до самого цирка. В Штатах слон стал очень популярным. Он фактически не проявлял способности к дрессировке, но подкупал своим обаянием. В стране появились гастрономические блюда и самые разные товары марки Джамбо. И доходы цирка увеличивались. Слон Линь Ван, которого на Тайване все называли дедушкой, попал в книгу рекордов Гиннеса, как слон, который выложил самую долгую жизнь и волю. Судьба у него была непростая. Во время Второй мировой войны слон привозил различные грузы, в том числе и артиллерийские снаряды, и неоднократно попадал в плен. В 1952 году слона отдали в зоопарк в городе Тайбэй, где он прожил до конца своих дней, встретив 21 век знаменитостью и народным любимцем. Он умер в 2003 году в возрасте 86 лет. Великан Шанго был одним из самых крупных слонов. Его рост 4,5 метра, вес почти 5,5 тонн. Азиатский слон был настоящей звездой московского зоопарка, где он прожил 20 лет. В 1941 году Шанго из-за огромных размеров не отправили в эвакуацию вместе с другими животными зоопарка. Он не помещался ни в один грузовой вагон. За годы Великой Отечественной войны слон пережил бомбежку Москвы и помогал тушить зажигательные снаряды. Во время бомбежки Шанго пережил личную драму смерть своей спутницы слонихи Джиндау. Его второй супругой стала слониха Молли, которая родила великану двух сыновей москвича и карата. Слонам посвящены интересные произведения. Давайте с ними познакомимся. Замечательная история о том, как большой и умный слон Томми пришел в гости к больной девочке Наденьке и вернул интерес жизни, описывается в рассказе Александра Куприна «Слон». В рассказе Бориса Житкова про слона описан непосильный и изнурительный труд слонов в Индии. Писатель искренне восхищается умом, храбростью и благородством животных и осуждает отсутствие заботы и благодавности со стороны людей. В одном маленьком и малоизвестном музее появилось объявление. Зал скульптуры требуется «Смотритель». История «Слон» в музее, написанной Ириной Зартайской, могла стать самой обычной, если бы смотрителем не устроился работать, слон, который очень любил тишину и искусство. Герой повести Майи Розаренской «Дело о музейном слоне» знаменитый сыщик месье Трюфо и его помощница Тина расследует необычное преступление. Находка целого скелета доисторического слона перевернула жизнь маленького музея с ног на голову. К ним даже выехала делегация из коллег из Лондона, чтобы поверить, весьма значимые для палеонтологов гипотезы. Но накануне приезда гостей самая важная часть экспоната «Зуб» бесследно исчезла. Кто бы мог подумать, что воришкой окажется тот, на кого даже и не думали. Польский писатель Юдвиг Ежикерн написал удивительную историю дружбы фарфорового слона Доминика и мальчика Пинни, которая называется «Послушай-ка, слон». Пинни был самым маленьким мальчиком в классе. Чтобы сын поскорее вырос, родители давали ему витамины. Но Пинни был уверен, что вырастет без всяких пилюль. На старом чудаке он нашел фарфорового слона и стал кормить его своими витаминами. А слон взял и вырос, да еще и научился говорить и ходить. Маленький слоненок из сказки Киплинга жил в те времена, когда у слонов еще не было хоботов. Он был жутко любопытным и задавал множество вопросов. Однажды слоненок захотел разузнать, чем питаются крокодилы. И одна мудрая птица посоветовала отправиться к реке Лимпопо. Нашел ли слоник ответ на свой вопрос? Вы узнаете, прочитав эту познавательную сказку. На этом наше виртуальное путешествие к слонам подошло к концу. Некоторые книги, представленные здесь, вы можете взять в нашей библиотеке. Предлагаем познакомиться с рекомендательным списком литературы и прочитать научно-популярные и художественные книги про этих замечательных животных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok